Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для портала экзегет.ру. Я священник Андрей Лоргус, и мы продолжаем беседу об праотце нашем Аврааме. Мы читаем книгу Бытия, 18 главу. И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли, и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под тем деревом, и я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Вот эти первые пять стихов, они удивительны, потому что показывают Авраама во всем величии его простой живой веры, и его пророчества, и его духовной интуиции. Он сидел во время зноя около своего шатра в тени дерева, того самого дуба мамврийского, как мы его называем теперь, дубравы мамры. Зной — это время, когда никто не движется, потому что слишком жарко, солнце палит, и воздух раскален, дышать даже трудно. И вот он задремал, и вдруг, открыв глаза, видит прямо перед собой три мужа. Кто были эти три мужа? Как Авраам догадался, что это не просто три человека, а что это Господь перед ним? Для этого должны были быть открыты не только очи телесные, но и очи духовные. Вот это у Авраама чрезвычайно глубокое и важнейшее свойство его, это его глубочайшая духовная интуиция. Он всё время находится обращённым к Богу, он всё время видит, видит то, что могут другие пропустить. Не все, но так бывает. Мы пропускаем очевидное, очевидное духовное. Но Авраам, он видит. И вот смотрите, что интересно, перед ним стоят три человека, три мужа. Мы говорим «три ангела», но здесь написано «три мужа». И Авраам делает удивительное. Он бежит, кланяется. Этот сам жест по себе вполне понятный и очевидный, потому что закон о гостеприимстве и уважение к любому мужчине, который идёт по пути, это закон для людей, которые живут и в пустыне, и в горах, и в пастбищах, и у рек, и у озёров. Это мужчина, это путник, это кто-то знатный, это уважение к человеку. А Авраам чувствует, что это не просто три мужа, три человека. Он чувствует, что это Господь. И кланяется он, как Господу. Но мужа три, а он кланяется, как одному. И в тексте здесь очень важно сказано, «Владыка» — не множественное число, а единственное. «Если я обрёл благоволение пред очами твоими, не пройди мимо». А затем обращается к явлению, к трем мужам, и говорит, «Принесут немного воды и омоют ваши ноги, и вы подкрепите ваши сердца». Множественное число. А первое его обращение к Богу, к владыка, «Пред очами твоими, если раб твой, а Авраам ничей не раб, над ним нет царя, над ним никого нету, кроме Бога». Так Авраам обращается к единому всемогущему и Богу, которого он познал, который являлся ему уже много раз, которого потом его потомки будут называть Бог Авраама. Он обращается к Отцу Всевышнему. И вот это явление у Дубравы Мамре мы называем явление Троица, явление Троица Аврааму. Три мужа олицетворяют собою, в буквальном смысле слова, олицетворяют три лица. Пророческое видение. Потому что Троица не может и не воплощалась никогда в людей. Воплощался только Сын Божий, вторая ипостась. Одно лицо воплотилось. И это произошло исторически, и это произошло во времени, о котором мы знаем, это рождение Иисуса от Дивы Марии. Здесь не было Бога воплощения. Здесь было явление. Явление, которое видел, быть может, только Авраам. Только оно было открыто ему. Он видел трех мужей. На иконах мы часто изображаем трех ангелов. И это символическое изображение. Именно символическое. Оно не изображает реальное явление. Авраам видел трех мужей. А обращался к одному Всевышнему Богу. Но мужей он приглашает и ноги их омывает. И кормит их свежим хлебом. Он говорит, иди, Сара, замеси тесто и приготовь быстро хлеб для наших гостей. То есть эта трапеза продолжается, возможно, несколько часов. И он их угощает. И между ними происходит беседа. Потому что Сара смеется вновь от этих мужей. Господь через них говорит Аврааму, что будет через год у них будет сын. А Сара смеется. И сказал Господь Аврааму, отчего это сама в себе рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? И спрашивает Авраама, если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году и будет у Сары сын. Мы не так много знаем явлений Господа, который так близко и так просто разговаривал с человеком. Конечно, этот богодухновенный текст передает нам события очень глубокой древности, о котором свидетельств, может быть, было совсем немного и, может быть, всего лишь одно. Но так подробно их диалог, как будто это писал писатель, как будто бы это произошло недавно, ну, может быть, сто лет назад, когда уже принято было все записывать диалоги с корописью на бумаге и хранить потомков. Но этот диалог передан как живой, как живое общение Бога с Авраамом. Авраам общается с Богом, как со своим владыкой, который сидит перед ним за столом, но ведь так и есть. Авраам воспринимает Бога настолько же реально, как мы с вами воспринимаем друг друга. Это удивительная черта личности Авраама. Его вера настолько глубока и проста в то же время, но она настолько тверда, явно для него. Он скорее поверит, чем не поверит. Он скорее утвердится, чем усомниться. Для него прямо вот все это полет, полет его веры. Мгновенно. Он тут же побежал и поклонился. Он тут же сказал. Все, что он думает, он тут же говорит. Говорит Господу прямо. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гаморе. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя хотеть путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю. И обратились мужи оттуда и вошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа. И подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым. Может быть, если в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь всего, место сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым. Что же было бы с праведником, что с нечестивым? Не может быть от тебя, судья всей земли поступит ли неправосудно. Это удивительный диалог. Он почти единственный на всю Библию. Авраам уговаривает и торгуется с Господом за души праведных. Он ищет справедливости, но справедливости высшей. Он не апеллирует к закону, что это неправедно, а он апеллирует к личности. Судья всей земли не поступит неправосудно. Он говорит, ты, я не верю, чтобы ты погубил. То есть он обращается не к справедливости как к закону, порядку, правилу. Он обращается к справедливому суде, к личности. Личность Авраама предстоит личностью Бога. И просит, и молит пощадить. Подлинное заступничество. И он торгуется с ним даже до десяти, до одного. Он торгуется с ним, чтобы пощадил, чтобы не было никакого несчастья. Авраам видит надвигающийся суд и возмездие на Содом и Гоморру. Но он печется, как подлинный отец. Отец народа. Вот кому Господь вручает будущее, целое племя. Авраам заступник. Авраам не просто верующий, а он посланник, он действительно праотец. Авраам не просто верующий, а он посланник, он действительно праотец.